Многие инвесторы покупают те или иные акции с целью получения пассивного дохода в виде дивидендов. Такое инвестирование называется дивидендным инвестированием. И оно понятно, ведь ты один раз покупаешь акции, а потом раз в месяц или же раз в три месяца получаешь выплаты. И больше от тебя особо ничего и не требуется. В этом видео я покажу вам 5 компаний, чьи акции выплачивают дивиденды, а также расскажу на что смотреть при выборе таких акций. Всем привет, меня зовут Вернар и вы на канале про инвестиции, личные финансы и финансовую независимость. Если вам интересны данные и темы, то обязательно подписывайтесь на этот канал, а также на мою страничку в инстаграме. Буду рад вас видеть и там. Давайте быстро пройдемся по тому, что такое дивиденды. Дивиденды это часть прибыли компании, которая выплачивается ее акционерам пропорционально той доле, которой они владеют. То есть, если компания за одну акцию выплачивает 2 доллара, а у вас есть 5 акций этой компании, то вы получите 10 долларов. Но тут возникает такой вопрос, 2 доллара это много или же мало? И это довольно резонный вопрос, так как 2 доллара от вложенных 10 или же 100 долларов это не одно и то же. Поэтому мы с вами будем смотреть на процентное значение. И это значение называется дивидендной доходностью. Оно выражается в процентах в год. И мы с вами по этому показателю можем сравнивать компании. К примеру, компания А выплачивает 3 доллара за акцию в год, а компания Б 5 долларов. Но цена одной акции за компанию А составляет 100 долларов, а цена за компанию Б составляет 500 долларов. Зная эти значения, мы с вами можем определить дивидендную доходность для каждой компании. Для А это 3% в год, а для компании Б это 1%. Хотя оказалось, она в долларах платит больше. Но на самом деле дивидендная доходность оказалась ниже, чем у А. Это все потому, что ее акции стоят дороже. Но запомните, выбирать акции только смотря на ее дивидендную доходность, это большая ошибка. Конечно, увидев 10-12% дивидендной доходности, уже не захочется смотреть на 2-3 или 4%. Конечно, мы хотим получать больше, но перед тем, как получать больше, надо убедиться, что эти выплаты защищены. Давайте я вам коротко расскажу, на что можно обращать внимание при выборе дивидендных акций, чтобы проанализировать, подходит ли вам та или иная компания. Первое, на что стоит обратить внимание, это Dividend Payout Ratio. Что это такое? Dividend Payout Ratio, еще или же коэффициент выплаты дивидендов, показывает, какой процент от чистой прибыли компании были выплачены в виде дивидендов. И это своего рода показатель защищенности дивидендов. Если это значение больше 100%, то это явно неблагоприятный признак, так как компания выплачивает больше, чем сама зарабатывает. А такое не может продолжаться долгое время, и руководству в будущем либо придется урезать дивиденды, либо и вовсе их отменить. А чем меньше значение этого коэффициента, тем более защищенными считаются дивиденды. К тому же, меньше коэффициент означает больше потенциала для увеличения дивидендных выплат в будущем. Наверняка у вас возникает вопрос, какой же коэффициент считается хорошим. И обычно пишут, что это от 30 до 50-60%. Но идеального значения нет. Для каждой компании нужно смотреть отдельно. К примеру, у компании из защитного сектора этот показатель обычно высокий, и это считается нормой. Кроме появы трещин, вы также можете обратить внимание на то, как долго компания увеличивает размер своих дивидендных выплат. Если они это делают более 25 лет к ряду, то считаются дивидендными аристократами. Если больше 50 лет, то удивленными королями. И такие компании считаются более надежными. Также можно посмотреть на то, как быстро растут эти дивиденды. Некоторые компании увеличивают их быстрее, некоторые медленнее. Так что смотрите, какой рост вы хотите получать. И последнее, на что стоит обратить внимание, это поставить лайк под этим видео, чтобы и другие люди смогли узнать об этих вещах. И спасибо вам, что вы смотрите. А теперь давайте перейдем непосредственно к нашему топу. Первая компания в нашем списке – это Johnson & Johnson, тикер G&J. Это холдинговая компания, под управлением которой более 250 дочерных предприятий. А сама компания занимается исследованиями, разработками, производствами и продажей широкого спектра продуктов в области здравоохранения. Johnson & Johnson работает в трех сегментах – потребительское, фармацевтическое и медицинское оборудование. Ее основное внимание уделяется продуктам, связанным со здоровьем и благосостоянием человека. Потребительский сегмент включается ряд товаров, используемых в сфере здоровья и красоты кожи, ухода за детьми, гигиена, рта, женское здоровье, уход за ранами. Наверняка многие из вас вспомнят рекламу про шампунь Johnson's Baby. Johnson's Baby не щиплю глазки. Так вот, это тоже они. Фармацевтический сегмент сосредоточен в таких областях, как иммунология, инфекционные заболевания, неврология, онкология, сердечно-сосудистая система и другие. А вот сегмент медицинских устройств включает в себя широкий спектр оборудований, которые используются в интервенционных решениях, ортопедии, хирургии и других областях. Теперь взглянем на дивиденды компании. На данный момент они составляют 4.24 доллара за акцию, или же 2.61% в год. И это составляет чуть больше 63% от их чистой прибыли. Это можно увидеть здесь, в Dividend Payout Ratio. Компания непрерывно наращивает свои дивиденды на протяжении последних 59 лет, и поэтому она является не только дивидендным аристократом, но еще и дивидендным королем. А за последние 3 года дивидендные выплаты выросли на 19.88%, или в среднем около 6% в год. Неплохо, ведь мы хотим, чтобы наши дивиденды росли. На данный момент одна акция Johnson & Johnson стоит в районе 162 долларов. Следующая компания в нашем списке это Pepsi Ticker PEP. Эту компанию знают все ее продуктами, пользуются более миллиарда раз только за один день. Pepsi это американская транснациональная компания, которая производит и продает разного рода закуски, напитки и продукты питания. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов, таких как безалкогольные напитки, фруктовые соки, готовые к употреблению чаи и кофе, энергетически спортивные напитки, чипсы, бутылированная вода и так далее. В настоящее время компания также расширяет категорию своих продуктов, добавив туда пробиотики, функциональные напитки, а также соки холодного отжима. Из известных брендов, которые принадлежат Pepsi, вы наверняка узнаете чипсы Lace, Merinda, 7up, Tropicana и Lipton. Перейдем к дивидендам. Сейчас компания платит 4 доллара 30 центов за акцию или же 2.63% в год, но у нее довольно высокий паяут решу, 73.25% от прибыли компании. Pepsi непрерывно выплачивает и увеличивает свои дивидендные выплаты в течение последних 49 лет, еще один год и это будет дивидендный король. За последние 3 года дивидендные выплаты увеличились на почти 27%, это примерно 8,3% в год. Неплохой рост. Сейчас акции компании торгуются в районе 162 долларов за акцию. Третья компания в сегодняшнем хит-параде это 3M Company, тикер MMM. 3M Company это технологическая высокодиверсионная компания, которая производит промышленные, потребительские товары и средства, обеспечивающие безопасность для работников. Компания работает в таких сегментах, как безопасность и промышленность, транспорт и электроника, здравоохранение и потребительский сегмент. К примеру, сегмент здравоохранения включает информационные системы в сфере здравоохранения, медицинские и хирургические принадлежности, средства для ухода за кожей, профилактики инфекции и много чего другого. А потребительский сегмент производит товары для офисов и домашних работ. Кстати, это они придумали скотч, светоотражающую пленку для дорожных знаков и многое другое. Как я и говорил, у них бизнес очень диверсицированный и это хорошо. 3M Company сейчас выплачивает дивиденды в размере 5 долларов 92 центов, то есть 3.26% в год. Это составляет 58,1% от чистой прибыли компании. Это нормальное значение. Дивидендная история показывает, что она является дивидендным королем и наращивает свои дивидендные выплаты на протяжении 59 лет кряду. Это, конечно же, круто. За последние 3 года дивидендные выплаты выросли на 25%, это примерно 7,7% в год, что тоже неплохо. На данный момент одну акцию 3M можно купить примерно за 181 долларов. Следующая компания в нашем списке – это Walgreens Boots Alliance, тикер WBA. Walgreens Company – это крупнейшая аптечная сеть в Соединенных Штатах, которая насчитывает более 9000 аптек. Она реализует лекарственные препараты, средства личной гигиены и косметическую продукцию. Ее магазины, розничная и оптовая торговля располагаются во всех штатах страны. А крупные аптеки дополнительно оказывают различные медицинские услуги по результатам тестирования. Компания работает в трех сегментах. Первый сегмент – это розничная и аптечная деятельность в США, которая включает в себя работу обычных аптек, клиник по уходу, а также оказанию специализированных аптечных услуг. Второй сегмент международной аптеки состоит в основном из аптек Alliance Boots, магазинов красоты и здоровья, салонов оптики и связанных с ними товаров. А третий сегмент – это продажа фармацевтической продукции, которая включает в себя предприятие по оптовой продаже или сбыту всяких лекарственных продуктов. На данный момент дивиденды Walgreens составляют 1 доллар 91 центов за акцию. В первой счете у меня проценты – это 3.86% в год, что довольно неплохо. Дивидендные выплаты составляют 65% от чистых прибыли компаний. А дивидендная история насчитывает 46 лет беспрерывных выплат и увеличения дивидендов, что включает его в категорию дивидендных аристократов. За последние 3 года выплаты по дивидендам выросли на 19.35%, что в годовом исчислении примерно 6% в год. Сейчас одну акцию Walgreens можно купить в районе 49 долларов. Пятая компания на сегодня – это Verizon Communications, стикер VZ. Это телекоммуникационная корпорация, которая является одним из ведущих в мире поставщиков коммуникационных, информационных и развлекательных услуг для розничных потребителей, предприятий и государственных учреждений. Деятельность компании осуществляется в двух направлениях. Проводная связь, где Verizon предоставляет свои продукты и услуги, включая местную и междугородную связь, а интернет, телевидение по оптоволоконным кабелям. Второе направление – это беспроводная связь. И она предоставляется через одну из самых обширных беспроводных сетей в США и имеет более чем 121 миллиона подключений на конец от первого квартала 2021 года. Этот сегмент также включает беспроводные услуги голосовой связи, беспроводные сети 4G и 5G. Клиентами компании являются розничные потребители, клиенты малого и среднего бизнеса, крупные предприятия, федеральное правительство, государственные органы, а также учебные учреждения. На сегодняшний день Verizon выплачивает 2 доллара 56 центов за акцию в виде дивидендов. Это составляет 4,9% годовых. На дивидендные выплаты тратится 48% от чистой прибыли компании, что довольно-таки хорошо. А сами дивиденды выплачиваются 37 лет, но бесперерывное их увеличение началось 15 лет назад. За последние 3 года дивидендные выплаты увеличились на 6,46%, это примерно 2% в год. Сейчас одну акцию компании можно купить примерно за 52 доллара. Итак, в этом видео мы с вами рассмотрели 5 компаний с неплохими дивидендами. Конечно, на рынке есть еще множество других хороших компаний с разной дивидендной доходностью, которые для вас могут оказаться привлекательными. А пока, пожалуйста, напишите в комментариях, какие у вас есть дивидендные акции. Если этот ролик оказался для вас полезным, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео. И спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. С вами был Ярнар, увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok